Несколько лет назад картинка коронавируса была нарисована лишь в книгах и учебниках, как один из необычных научных феноменов. Сегодня его влияние и амплитуда воздействия достигло глобальных масштабов. Медики борются, задействовав все возможные силы и средства. Постепенно обновляются кислородные комплексы, закупаются дорогостоящие оборудования. Все для того, чтобы попытаться найти спасение для тех, кто столкнулся с этой бедой. В настоящее время в Брестской области, как и в целом в Республике Беларусь, регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией с эпидемиологической ситуацией крайне неблагополучной и связана в первую очередь с циркуляцией нового дельта-штамма, который поражает более молодое, трудоспособное население. Сокращаются сроки инкубационного периода. Дельта-штамма обладает высокой контагиозностью. Заболевание протекает более тяжело, и половина практических пациентов нуждается в кислородной поддержке. Логичный вопрос. Как противостоять? Ответ пока один. Вакцинироваться. Прививочная кампания сейчас стала более локализованной и точечной. Медики выезжают на предприятия и в организации, чтобы, не отрывая человека от дел, дать ему шанс вакцинироваться. Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцинация. В Брестской области и в Республике Беларусь для вакцинации населения используются три вида вакцины. Спутник ВИП белорусского производства, инактивированная китайская вакцина Вероцелл, и спутник ЛАЙТ для молодежи, студентов, учащихся. В настоящее время привито 23,4% населения первым компонентом и вторым компонентом 16,4%. Еще один важный момент, к которому многие относились с пренебрежением – ношение маски. К сожалению, порядочностью в этом вопросе отличались немногие. Однако с 9 октября борьба с безответственными гражданами стала более системной и конкретной, а ношение маски в общественных местах – обязательным, согласно официальным государственным документам. Соблюдать правила будет необходимо и в транспорте всех видов, включая такси. Контролировать процесс предписано законодателем, специалистом санитарно-эпидемиологической и транспортной служб, а также сотрудникам милиции. Это лишь мера. Однако и она поможет кому-то перенести заболевание в более легкой форме. Ведь рядом сидящий или проходящий мимо человек – тоже чей-то родственник или близкий. Это своего рода борьба с человеческой беспечностью и безответственностью. Раз рекомендательные меры не были столь эффективными, свою силу внесла в процесс буква закона. С 9 октября в постановлении Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила профилактики гриппа и COVID-19 внесены следующие изменения. Внесена обязанность физических лиц носить маски в общественных местах. Это магазины, рынки, торговые центры, объекты бытового обслуживания, кинотеатры, театры, спортивные мероприятия и любые культурно-спортивные мероприятия. Кроме того, вновь определена ответственность руководителей предприятий и организаций независимо от форм собственности обеспечить соблюдение на своих объектах как сотрудниками, так и посетителями масочного режима и социального дистанцирования. К слову, учреждениями государственного санитарного надзора, в том числе совместно с представителями горрайсполкомов и другими службами, с 1 по 8 октября были охвачены надзорными мероприятиями более 550 объектов. Выдано 162 предписания и рекомендации об устранении нарушений, а также 40 предписания при остановлении деятельности объектов и оказании услуг. Теперь же контроль будет осуществляться не только за юридическими лицами предпринимателями, но и гражданами. Физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин, индивидуальные предприниматели до 200, а юридические лица до 500 базовых величин. Однако первую неделю, вот эту неделю, мы будем только мониторировать ситуацию на объектах, а уже механизм привлечения к административной ответственности, он будет включаться чуть позже. Наша задача сейчас довести до всех слоев населения внесенные изменения санитарной нормы и правил.